Петрозаводский государственный университет принял участие в международном научном проекте, цель которого – изучить эффективные и экологичные технологии строительства в арктической зоне. Сотрудники университетов Норвегии, Финляндии и Швеции объединились с мурманскими и петрозаводскими учеными для того, чтобы понять, как построить теплый и недорогой жилой дом для суровых северных условий. О необычной лаборатории в Ботаническом саду ПетрГУ и будущем деревянного строительства в Карелии смотрите в нашем следующем сюжете. Бизнесмен Максим в тёплом строительном комбинезоне возводит дом вместе со своими работниками. Фирма молодая и небольшая, поэтому каждая пара рук на счету. Предприятие занимается строительством деревянных жилых домов по новой для Карелии технологии двойного бруса. Метод заключается в том, что между двумя рядами пиломатериала укладывается эковата – экологичный утеплитель. Такой метод позволяет создать энергоэффективное жильё по цене обычного деревянного дома. В самом начале затратная технология, то есть она требует определённой суммы денег для того, чтобы сразу произвести стеновой комплект, привезти его, поставить. В дальнейшем все остальные общестроительные работы, отделочные, они очень-очень маленькие, эти дома не требуют серьёзных вложений. Каждая деталь здания промаркирована и указана в схеме, что позволяет собрать его как конструктор всего за пару недель. Таким образом сокращаются общие расходы на строительство. В перспективе такой дом позволит сэкономить и на коммунальных затратах. Многослойные стены прекрасно сохраняют тепло. Повсеместному распространению строительства домов по такой технологии пока мешает то, что метод изучен не до конца, и не каждый будущий новосёл готов к экспериментам. Зато к ним готовы учёные из Петрозаводского госуниверситета. Для этого в ботаническом саду ПетрГУ построили жилой дом, в котором нет ни мебели, ни жильцов. Весь он буквально напичкан современным оборудованием и датчиками. Это главная экспериментальная площадка проекта «Зелёное строительство в Арктике». Модель возведена для тестирования экологичных материалов при строительстве жилых домов и оценки их эффективности в суровых северных условиях. «В том числе мы будем исследовать влияние эффективности инженерных систем, таких как отопление, вентиляция, на энергоэффективность здания и попытаемся выяснить уже в стоимосном эквиваленте, сколько нужно для того, чтобы построить дом из таких конструкций, сколько нужно для того, чтобы его эксплуатировать». Две части дома построены по разным технологиям – каркасной и методом двойного бруса. При строительстве использовались исключительно зелёные материалы. Внутри стен, пола и даже крыши более двух с половиной сотен высокоточных датчиков следят за показателями температуры и влажности, а также оценивают потери тепла. «Для измерения и потом расчёта теплового потока через соответствующие ограждающие конструкции, в каждой точке установлено от 8 до 10 датчиков. Одни на внутренней поверхности стены, дальше ряд датчиков внутри стены и снаружи». Большая часть существующих зданий, возведённых в северных широтах, не соответствует последним требованиям экологической устойчивости и экономической эффективности. Проект «Зелёное строительство» в Арктике реализуют в рамках программы приграничного сотрудничества «Кол Арктик». Цель проекта заключается в улучшении городской среды путём внедрения экологических инноваций при строительстве и содержании зелёных зданий. В исследовании принимают участие университеты Норвегии, Швеции и Финляндии, а также Мурманский государственный технический университет. На научные изыскания выделен грант в 1 миллион 700 тысяч евро. Из них 150 тысяч получил ПетрГУ. Эти средства и были направлены на строительство экспериментального дома. В первую очередь, построить подобное здание в Норвегии действительно очень дорого. Для того, чтобы хотя бы немного снизить расходы на проект, мы приняли решение возвести дома-лаборатории именно в России. Это позволило не только притворить проект в жизнь, но и построить два таких здания. Ну и, конечно, потому, что в России действительно очень холодный климат. Были и другие трудности. В работу международного проекта не мог не вмешаться коронавирус. Конечно, пандемия, которая вот уже год продолжается во всём мире, внесла в нашу работу определённые изменения. Например, мы до сих пор не были в домах, которые построили в России. Но работа продолжается дистанционно. Однако научные исследования будут продолжаться, и, возможно, совсем скоро по всему северу начнут появляться тёплые, экологичные и энергоэффективные дома.